Эти часы долгое время стояли на заставке моего телефона, а сейчас я снимаю их на свой канал. Сегодня на обзоре часы, о которых я давно мечтал и наконец-то пополнил ими свою коллекцию. Blanpa Fifty Fatem Batiscaf. Приготовьте чашечку кофе и приятного просмотра, а начнем с анбоксинга. Часы идут в черной картонной переносной упаковке с надписью Blanpa. Открываем ее. И хочу сразу отметить, это не классические часы, это спортивные. Здесь нас встречает еще такая вот картонка, которая прикрывает саму коробку, тоже очень приятно, заботливо. И здесь уже непосредственно сама коробка, в которой находятся часы. Она пластиковая, из такого пластикового короба, очень приятная. Кстати, не пахнет пластиком, на ощупь опять-таки приятная, увесистая. Здесь надпись Blanpa. Это пока отодвинем. И вот сама основная коробка. Может показаться, что надпись находится неправильно, нужно ее перенуть. Но на самом деле, когда вы несете вот так вот этот чемоданчик в руке, то видно, что надпись находится правильно. Открываем его. И здесь, как вы думаете, вот что может быть? Это пластиковый короб. Вы его открываете. И здесь просто кожаная вставка. Вот это вот все кожа. Дальше часы лежат не просто на подушечке. Они лежат заботливо в таком переносном кейсе, который выполнен. Вот здесь вот материал. Это парусина. Такой же, как и ремень. Очень приятный. Кстати, удобно на самом деле. Можно с собой в поездке брать. Также надпись Blanpa фирменный. Открываем. И здесь нас встречает мягкая кожа. Точно такая же, как и здесь. Ну и, конечно, сами часы. Но на самом деле, это еще не все сюрпризы. То есть, вы когда достаете вот эту вот вставку, то здесь такой вот идет поролон. А под поролоном вот это все. Это все кожа. Такая же мягкая, как и здесь. Мягкая и гладкая. Очень приятная на ощупь, кстати. Ну и по комплектации это на самом деле еще не все. Здесь есть тряпочка с надписью Blanpa для того, чтобы можно было протирать отпечатки с часов. Дальше есть вот мне уже полезная вот эта вот книжка. Это паспорт сертификата дайвера. То есть, вы записываете здесь количество погружений, насколько вы погружали. Кстати, первую запись я уже могу сделать на самом деле. Тоже вот с изображением акулы. Прикольно. Дальше. Еще не все. Сами документы. То есть, вот здесь большая инструкция. А здесь паспорт от часов. И это действительно выглядит как паспорт. То, что это кожаная обложка с надписью Blanpa. Кстати, это действительно практически как кожаная обложка для паспорта. Ее можно использовать и под документы для автомобиля и так далее. Открываем. Здесь у нас встречают документы. То есть, вот дата покупки стоит. Это карантинный талон, можно сказать. Дальше вот тут уже идет лунный календарь. Если вдруг у вас часы, например, с индикацией лунной фазы, соответственно, вы можете выставлять по этому календарю лунную фазу. Брендом Blanpa я заинтересовался еще в 2008 году, когда устроился на работу в мультибрендовый бутик, который их на тот момент официально представлял. Еще тогда я начал мечтать об этих часах. Правда, в то время я был студентом и ходил в Ориент. Но мечтать всегда нужно по-крупному. Я всегда об этом говорю. Тогда они покорили меня своим отношением к деталям. За всю работу с брендом я не принимал часы в сервис. Только на плановое обслуживание. По общению с клиентами у меня сложился образ владельца часов этого бренда. Это состоявшийся мужчина, которому не нужно ничего никому доказывать. Который не использует кричащие бренды и уделяет внимание деталям. И ему важна техническая часть часов. Почему же я выбрал именно батискаф, а не классический 50-фетом? Если вы помните мой недавний ролик, то у меня все время был фаворитом как раз таки 50-фетом. И его как раз выпустили в Титане и на браслете. Ссылку на этот ролик я оставлю в описании, можете посмотреть. Так вот, отчасти мне помогли сделать выбор именно вы, зрители, которые оставляли комментарии под этим роликом. Да, 50-фетом для меня крупноваты, я соглашусь. Диаметр составляет 45 мм против 43 мм у батискафа. И цена на них была выше на 400 тысяч рублей. Для меня это пока существенно. Но на самом деле цена не важна. Я понял, что нужно покупать часы именно те, которые тебе нравятся. Подкопить и взять именно ту модель. Но, почитав ваши комментарии, сделав правильные выводы, я понял, что батискаф мне нравится больше. Нравится именно своей простотой. И подчеркну, простотой на первый взгляд. Ведь если взять часы в руки и посмотреть на корпус, то можно увидеть, насколько скурпулезно мастера подошли к обработке корпуса. На ушках часов много граней. Обычно я так говорю в обзорах Грансейка, но и в обзоре швейцарского бренда Бланпа тоже можно и даже нужно это говорить. Корпус часов полностью сатинирован. И это глубокий сатин. Он не замыляться у вас со временем. И посмотрите, действительно, насколько скурпулезно. Все здесь сделано дотошно. Каждая грань сатинирована. И сатин на каждой грани имеет свое направление. То есть они под разными углами сатинировали этот корпус. Очень круто. И я на самом деле был на мануфактуре Бланпа. И тогда очень сильно впечатлился работе, подходом к работе, к созданию часов у мастеров и в принципе у мануфактуры. Поэтому в очередной раз в то время убедился, что эти часы обязательно должны быть в моей коллекции. Ссылку, кстати, на этот ролик. Я его снимал несколько лет назад. Оставлю в описании. Тоже можете посмотреть. Очень интересно. Ушки часов закруглены и сужаются к ремню. Благодаря чему часы будут сидеть комфортно на руке. И на самом деле они не ощущаются на диаметр 43 мм. А комфорт при носке для меня один из главных пунктов при выборе часов. Причем у них настолько консервативный стиль, что их можно надеть хоть с пиджаком, хоть с джинсами, хоть с худи. Будет выглядеть очень уместно. Но замечу, что это настоящие дайверские часы. И мало кто знает, но ведь именно Бланпа впервые придумали дайверские часы в 1953 году. И поставляли их военным. Я снимал обзор на лимитку Ново Ред. В этом обзоре я подробно рассказал эту историю. Ссылку также оставлю в описании. И если честно, в них нырять я не собираюсь. Для этого у меня есть другие часы. Некоторые в инстаграм мне писали, что они совсем простые. Ну, ребят, если часы дорогие, то они должны быть кричащими. Суть люкса кроется в деталях. Корпус, его обработка, циферблат. Настолько проработанного и глубокого узора солнечной лучи я ни в одном бренде еще не видел. Он покрывается несколькими слоями лака. И узор идет в несколько этапов. Ко всему прочему, он еще и закругляется у основания. Вот посмотрите, как это выглядит нереально круто. И ты понимаешь, что действительно здесь потратили больше времени, чем если бы сюда поставили обычный какой-нибудь красный яркий циферблат. Или золотой корпус. Маленькие круглые индексы. Да, они не крупные. Но, опять-таки, это нужно для того, чтобы не загромождать циферблат. Это профдайверы. И они должны быть читаемы. Давайте просто выключим свет, и тогда все сомнения пропадут. И вы поймете, что эти часы в темноте прекрасно смотрятся. Вот посмотрите, насколько четко все проработано. Отметка 3, 6, 9 и 12 показаны другими индексами. То есть, они прямоугольные. Все остальные круглые. Каждый круглый индекс находится на своем таком вот... В своей ячейке сделано все, опять-таки, очень круто. И каждая вот эта ячейка по краям, она полирована. Выглядит красиво. И, опять-таки, перейдем к темноте. Очень важно то, что в доверских часах подсвечивается секундная стрелка. И здесь мне очень нравится то, что секундная стрелка подсвечивается именно на кончике. Так вы быстрее понимаете, что часы на глубине не остановились, а не ходят. Секундная стрелка имеет красный наконечник. Опять-таки, разбавили немного, добавили красок в такой небольшой серый строгий образ. Тоже, опять-таки, круто. На безеле керамическая вставка. На самом деле, это недорогая опция в часах. Я не знаю, с чего вы взяли, кто вам сказал, что это дорого. Нет, это просто керамическая вставка. Если вы увидите полностью массивный керамический безель, не вставку, который сложно сочинен, с большими гранями, то да, это недешево, это дорого. Если вы видите керамическую вставку, это недорого. Поймите, я люблю, на самом деле, алюминиевые вставки на безеле. Ну, мне так больше нравится. Но здесь я понимаю, что нужно было добавить какого-то блеска, лоска этим часам. И, соответственно, керамическая вставка здесь будет смотреться намного лучше, чем алюминиевая. Перейдем к безелю. Он здесь очень аккуратный, под стать часам. И в то же время у него очень удобные выступы для хвата, чтобы можно было легко вращать. И в дайверских перчатках, если вы будете, конечно, в этих часах нырять. Форма безеля повторяет и заводная головка с эмблемой бренда на торце. Она здесь не маленькая, но смотрится очень гармонично. И зато ей нереально удобно управлять временем в часах. Откручивается очень легко, попадает в любое положение без каких-либо проблем и закручивается с первого раза. И, кстати, вот чисто визуально она здесь смотрится действительно очень гармонично, очень хорошо. На руке приноски она не мешает. Индикатор даты на отметке между 4 и 5 часов. Я уже как-то рассказывал, что на самом деле это очень удобное расположение, особенно для дайверских часов. И здесь белый шрифт на черном фоне. И так все деликатно сделано. Вот именно об этих деталях я вам и говорю. И вот посмотрите даже на сам циферблат. То есть у него не просто окошко, а есть такая дополнительная рамка. То есть в циферблате еще вырезано дополнительное углубление. И вот опять-таки серый, белый, черный, минисцент, красный отметка. Вот как все аристократично благородно подобрано в этих часах. Ничего лишнего просто нет. Вот с изюминкой. Ну а теперь самое интересное – механизм. В данной модели устанавливается калибр 13-15 с запасом хода 120 часов. И это часы, которые просто не останавливаются. Сначала я думал, что неплохо было бы, если бы в них устанавливали резерв хода. Но глядя на циферблат, ответ пришел сам за себя. Как можно портить такую красоту? Окей, можно поставить его на механизм. Но и тут это было бы варварством. Нельзя портить такой красивый калибр. И говоря о красоте, хочется упомянуть детали люкса. Как он филигранно обработан. Они даже спрятали золотой ротор автоподзавода под темно-серым покрытием. Его выдает только проба. Пробу обязательно нужно ставить. Часы всем своим видом показывают, что они дорогие. Они стоят каждого своего франка. Но если тебе нужны понты и показушничество, то тебе явно не стоит нас покупать. Мы исключительно для тебя. Ведь в первую очередь такие вещи нужно покупать именно для себя. Перейдем к технике. Это 4-герцовый калибр с запасом хода 120 часов. И такого внушительного запаса хода удалось добиться при помощи установки трех заводных барабанов. И при всем при этом толщина часов на толщину часов это особо сильно не повлияло. Я не могу их назвать толстыми. Что по точности хода? Обычно в люксе бренды не сильно заморачиваются с точностью. К примеру, вы можете купить стальные Ademar Piguet, которые стоят 3-4 миллиона рублей. А ходить они у вас будут плюс 10, плюс 15 секунд в сутки. И это нормально для них. Если вы придете в бутик, вам скажут, все окей, все нормально. Нет сертификата хронометра, ничего. Но они ходят в пределах стандарта мануфактуры. Но за что я люблю бланпа, так это за отношение бренда ко всем часовым пунктам. Находясь в люксе, они не обошли стороной и точность. У меня они ходят плюс 2 секунды в сутки. Я проверяю их каждый день, когда они ходят. Потому что, ну, все-таки я часовой блогер, часовой эксперт. И нужно выдавать публике точности по каждым часам. Конечно, спустя месяц-два я уже не так сильно с этим заморачиваюсь. И причем они ходят плюс 2 секунды в любых положениях. То есть можно положить циферблатом вверх, циферблатом вниз. Ходить в них каждый день. И они будут ходить плюс 2 секунды в сутки. То есть это стабильный калибр. По части надежности у этого механизма нет никаких болячек. Это сверхнадежный, налаженный и проверенный временем калибр. Цена, когда я их покупал, составляла 802 тысячи рублей. Я успел до подорожания. Сейчас они стоят 851 тысячу рублей. Или примерно 11,5 тысяч долларов. К примеру, за эти деньги вы можете купить БУ Rolex Submariner. Который тоже нужно поискать на полном комплекте в хорошем состоянии. Либо попробовать хоть как-то купить новый. Но опять-таки он будет стоить примерно тех же денег. Либо можете купить крайнюю бондовскую Омегу Симастер. По сути это тот же Симастер, только в Титане. И Омега по цене бланпа как-то очень странно. Куда катится этот мир, если честно, я не понимаю. И это опять-таки подтверждает мои слова о бренде. Они делают качественный, проработанный, надежный продукт за вменяемые деньги. Какой-то у меня прям супер эмоциональный обзор, если честно, получился. Давайте финишировать. Батискав я приобрел, так как я давно мечтал об ланпа. И мне хотелось быть хотя бы немножко причастным к истории создания дайверских часов в 1953 году. Ведь когда ты собираешь коллекцию, каждая покупка часов должна быть с чем-то связана. Про каждые часы в моей коллекции у меня есть что рассказать. Либо про историю того, как появились у меня конкретные часы. Либо как в данном случае про сами часы и их создание. Друзья, выдал все эмоции об этих часах. Выждал специально порядка полутора месяцев, для того, чтобы с холодным, спокойным умом вам все рассказать. Поэтому оставляйте обратную связь в комментариях. Не забываем про лайк, это важно. Покупайте часы с любовью и всем хорошего дня.